приветствую вас на канале узоры по петель на и с вами я ирина ягодинская сегодня мы с вами свяжем вот такой ажурчик ажурчик в работе простой выглядит очень оригинально если он вам нравится так же как и мне то берите спицы фотографируйте схемку бросайте я себе в копилочку и пожалуй приступим но сначала я покажу вам схему этого узора я нарисовала схему быстренько схемка простая раппорт узора 10 петель плюс 2 петли для симметрии поскольку ряд начинается из двух изнаночных с двумя изнаночными он должен и заканчиваться чтобы узор выглядел симметрично и плюс 2 кромочные горизонтальные черточки это изнаночные вертикальные черточки это лицевые нолики это накиды вот этот треугольнички у которых гипотенуза смотрит вправо это две петли вместе лицевой с наклоном вправо эти треугольнички у которых гипотенуза смотрит влево это две петли вместе лицевой с наклоном влево этот узор в высоту имеет 9 рядов изнаночные ряды не указаны изнаночные ряды в этом узоре вяжутся по узору. Но если вы присмотритесь внимательно, то я немного поломала голову, как нарисовать эту схему, потому что, посмотрите, раз лицевая, два лицевая, три лицевая, четыре, пять, шесть, семь, восемь и две изнаночные. А после нашего творчества в девятом ряду остается две изнаночные, раз лицевая, два лицевая, три лицевая, четыре, пять, шесть, семь лицевых. Нарисовать на схеме это было довольно трудно, поверьте мне, нужно было, чтобы оно выглядело гармонично, но тем не менее, чтобы этот нюанс сохранился. Почему так? Потому что вывязывая вот эти вот сокращения, начиная их вывязывать, мы сократили две петли с этой стороны и сократили две петли с этой, а добавили всего один накид. Поэтому в итоге мы вышли в девятый ряд из семью вместо восьми лицевыми. Но это именно то, что нам и надо, потому что вывязывая, набирая вот эти вот протяжки, мы все вместе их провяжем в одну восьмую петлю и таким образом восстановим наш ряд из восьми петель. Пусть вас это не смущает, это не ошибка, все так и должно быть, все абсолютно правильно. Ну, вроде все рассказала, берем спицы и начинаем быстренько вязать. Итак, я набрала на образец из двух рапортов 24 петли. И сейчас вывяжу первый ряд. Я его свяжу с изнаночной стороны для того, чтобы распределить петли и выйти на лицевую сторону, уже начать вязать узор. То есть я его вяжу так, как бы я его видела, с изнаночной стороны. Кромочную снимаю не провязанной. Две лицевые. Раз, два. Восемь изнаночных. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Две лицевые. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Две лицевые. И одна петля кромочная изнаночной. Разворачиваем наше вязание. И мы оказываемся на лицевой стороне, где уже распределены петли. Приступаем к вывязыванию самого узора. Кромочную петлю снимаем не провязанной. Две изнаночные. Раз, два. Две лицевые. Две петли лицевые вяжем вместе с наклоном вправо. Вот так вот немножечко их растяните. Разворачиваем их. Возвращаем на левую спицу и входим слева направо. Провязываем их вместе. Вот они наклонились в правую сторону. И накид. Две петли вместе с наклоном влево. Просто провязываем их вместе и они наклонятся благополучно влево. Две лицевые. Две изнаночные, разделяющие наши раппорта. И второй раппорт. Две лицевые. Две петли разворачиваем. Возвращаем на левую спицу. Вот так немножечко их растянуть, чтобы нам было удобно входить слева направо. И провязываем их вместе лицевой. Накид. Две петли вместе с наклоном влево. Просто провязываем их лицевой. Две лицевые. Две изнаночные. Кромочная петля изнаночной петлей. Разворачиваем на изнаночную сторону. И быстренько провязываем изнаночный ряд по узору. Значит, вяжем ту петлю, какую видим. Вот видим две лицевые. Провязываем лицевые. Все остальные вяжем те петли, какие видим. Накид провязываем изнаночной петлей. Изнаночной. Быстренько, быстренько, быстренько. резкость почему-то решила, что она уже выходной. У нее выходной. Она не работает уже. Она уже устала. А я еще немножечко потружусь. Провязали. Изнаночный ряд. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Вот что у нас получается. Вот расходятся наши петелечки. Вот они расходятся. И посередине 1 накид. Продолжаем. Кромочную снимаем не провязанной. Две петли изнаночные. Одна петля лицевой. Две петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем их. Заходим слева направо. И провязываем их вместе. Накид. Одна петля лицевая. Накид. Две петли вместе с наклоном влево. Просто провязываем их вместе. Одна петля лицевая. Две изнаночные. Одна петля лицевая. Две петли разворачиваем. Заходим. Заходим слева направо. И провязываем их вместе лицевой петлей. Накид. Одна лицевая. Накид. Две петли вместе с наклоном влево. Просто провязываем их одной петлей. Одна лицевая. Две изнаночные. Кромочная. Изнаночная. Вот что у нас получается. Изнаночный ряд провязываем по узору и встретимся на лицевой стороне. Вышли на лицевую сторону узора. Продолжаем. Кромочную снимаем не провязанной. Две изнаночные. Разворачиваем две петли. Провязываем их вместе. Заходя слева направо. Накид. Раз лицевая. Два лицевая. Три лицевая. Накид. Две петли вместе с наклоном влево. Вот что мы связали. Две изнаночные. Две лицевые разворачиваем. Возвращаем на левую спицу. Заходим. Немножечко вот так вот ее растянуть. Обе. Заходим слева направо. Провязываем вместе. Накид. Раз лицевая. Два лицевая. Три лицевая. Накид. И две петли вместе лицевые. Провязываем одной петлей. Две изнаночные. Кромочная. Изнаночной петлей. Провязываем изнаночный ряд по узору. Выходим на лицевую сторону. Вот что мы имеем. Вот этот нюанс, о котором я говорила. В начале ряда у нас было 8 петель. Когда мы связали этот треугольничек, у нас осталось из 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь петель. Продолжаем. Кромочную снимаем не провязанной. Две изнаночные. Провязываем из этих семи первые 4 петли. Раз лицевая. Два лицевая. Три лицевая. Четыре лицевая. Четыре петли. Мы провязали. Теперь вот эту ниточку протянем в каждый из этих дырочек от накида. В каждую из этих дырочек. Начнем вот с этой. Вводим спицу в эту дырочку. Захватываем петлю. И вытягиваем ее настолько, чтобы она не стягивала остальные петли. Чтобы она не была зайчьим ушком, но чтобы она и не стягивала. В другую дырочку вытягиваем вторую петлю. В третью дырочку вытягиваем третью петлю. Она самая длинная. И в четвертую дырочку. И в пятую. Вот мы вытянули из каждой дырочки по петле. Больше мы с ними ничего не делаем. Довязываем вот эти три лицевые петли. Раз лицевая, два лицевая, три лицевая. Две изнаночные. Подходим ко второму рапорту. Из семи петель провяжем четыре. Раз, два лицевая, три лицевая, четыре. Провязали. И теперь опять из каждой дырочки от накида протянем одну протяжку. Вытянем. Первую протяжку вытягиваем. Есть. Следите за натяжением. Вторая. Есть. Третья. Четвертая. И пятая. Дальше провязываем три оставшиеся лицевые петли. Раз лицевая, два лицевая, три лицевая. Две изнаночные. Кромочная, изнаночная. Разворачиваем наше вязание. И с изнаночной стороны вяжем все по узору. Кромочная, две лицевые. Мы их видим лицевыми и вяжем. Раз изнаночная, два изнаночная, три изнаночная. И вот мы подошли к нашим вытянутым петлям. Все эти петли мы собираем, просмотрите внимательно, их пять штук. Собираем на спицу и провязываем все вместе одной изнаночной петлей. Дальше провязываем остальные четыре изнаночные петли из этой восьмерки. Провязали. Две лицевые. Три изнаночные. Раз, два, три. Подхватываем все пять протяжечек, которые мы сделали в прошлом ряду. И провязываем их изнаночной петлей. Хорошенько вот так подтягиваем вровень с остальными изнаночными. Довязываем еще четыре изнаночные из этого рапорта. Две лицевые. И кромочные изнаночные. Разворачиваем наше вязание. Вот что у нас получилось. Расправим, не стесняйтесь. Поправьте и расправьте. Вот как красиво у нас легли эти наши протяжечки. Образовали вот такие красивые помпончики. И, что немаловажно, мы восстановили количество петель. Их здесь опять восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так же и здесь. Продолжаем наш узор. Кромочную снимаем непровязанной. Мы с вами связали уже один рапорт высоту. Сейчас быстренько. Они же маленькие, эти рапорта. Свяжем еще один. И посмотрим, как они будут лежать друг над другом. Одна изнаночная, две изнаночные. Раз лицевая, два лицевая. Две петли лицевые. Разворачиваем и вяжем вместе с наклоном вправо. Вот так вот, немножечко. Они не очень любят, когда провязывать слева направо. Провязали. Делаем накид. Вот этот накид, мои дорогие, придержите вот так вот потуже, чтобы он не очень растянулся, чтобы здесь не было огромной, огромной, огромной дырки. Придержите потуже. И две следующие лицевые провязываем вместе. Вот так вот потуже. Две лицевые. Две изнаночные. Две лицевые. Мы подошли к двум лицевым, которые нужно связать вместе с наклоном вправо. Разворачиваем их. И вот так вот, немножечко растянуть. Входим слева направо и провязываем их вместе. Накид. Вот этот накид потуже его сделайте. Не дайте ему очень сильно растянуться. Две лицевые вместе, без никаких разворотов. Они лягут, наклонятся в левую сторону. Раз лицевая, два лицевая, две изнаночные, кромочная изнаночной. Вот что мы связали. Разворачиваем. И быстренько провязываем изнаночный ряд. Провязали изнаночный ряд. Продолжаем вывязывать второй раппорт в высоту. Кромочную снимаем непровязанной. Две изнаночные. Одна петля лицевая. Две петли лицевые вместе с наклоном вправо. Разворачиваем их. И заходим слева направо. Накид. Одна лицевая. Накид. Две петли вместе с наклоном влево. Лицевой. Провязали просто их вместе. Одна лицевая. Две изнаночные. Одна лицевая. Две петли вместе с наклоном вправо. Развернули. Провязали слева направо. Вот они наклонились направо. Накид. Одна лицевая. накид 2 петли вместе с наклоном влево просто провязываем их вместе и они лежат наклоняются в левую сторону 1 лицевая 2 изнаночные кромочного изнаночной петлей вот что у нас получается провязываем изнаночный ряд провязали изнаночный ряд вот что мы имеем вяжем следующий ряд кромочную не провязанной снимаем 2 изнаночные 2 петли лицевые разворачиваем провязываем их вместе наклоном вправо есть 1 накид 1 лицевая 2 лицевые 3 лицевые накид и 2 петли вместе лицевой они наклоняться влево вот что у нас получается 2 изнаночные 2 петли вместе разворачиваем заходим справа слева направо провязываем их вместе накид 1 лицевая 2 лицевая 3 лицевая накид и 2 петли вместе без никаких перестановок 2 изнаночные вот что у нас получается изнаночный ряд провязываем самостоятельно провязали изнаночный ряд вот что мы имеем 1 2 3 4 5 5 дырочек от накида и опять-таки мы вышли 1 2 3 4 5 5 дырочек 7 лицевых у нас осталось и сейчас мы это исправим кромочную снимаем не провязанной 2 лицевые узор очень простой вяжется как вы видите очень быстро но выглядит прекрасно провязываем из семи этих лицевых 4 лицевые петли 1 2 3 4 провязали теперь протягиваем в каждую дырочку от накида ниточку делаем протяжку раз не затягивайте ее туго 2 3 4 и 5 не промахнитесь нужно вытянуть протяжку именно из дырочки накида дальше оставляемых на спицы провязываем 3 лицевые оставшиеся 1 2 3 вот что у нас получается 2 изнаночные 1 2 4 лицевые 1 2 3 4 провязали и опять пройдя вытягиваем протяжки из каждой дырочки 1 2 3 4 и 5 оставляем их на спицы провязываем лицевыми 3 оставшиеся лицевые петли 2 изнаночные 1 кромочная изнаночной петлей разворачиваем вязание и с изнаночной стороны провязываем внимательно 2 лицевые 1 изнаночная 2 изнаночная 3 изнаночная поднимаем на спицу все пять протяжек 5 их 5 и провязываем все эти протяжки изнаночной петлей 4 изнаночные 1 2 3 4 2 лицевые 1 2 3 изнаночные 1 2 3 проводим спицей все пять протяжек провязываем их все вместе одной изнаночной хорошенько так подтягиваем чтобы они были одинаковыми эти петли и довязываем 4 изнаночные петли 2 лицевые кромочная изнаночной разворачиваем и любуемся тем что мы сотворили разве это не красиво я не перестаю об этом говорить просто удивительно на что способны наши руки посмотрите две петли две петли в вязании а сколько вариантов и вариантов и каждый раз один красивее другого вот и весь узор наберите то количество петель какое вам нужно и вяжите то что вам хочется удачи вам мои дорогие заходите на мой канал подписывайтесь нажимайте колокольчик будем вязать обещаю узоры будут не сложные но красивые на всякий случай жизни ваша ирина